Приветствуем вас на библейском портале «Экзегет». Мы отвечаем на ваши вопросы. Что такое чувство собственного достоинства? Действительно, не похоже ли оно на гордыню, которая низводит в самый ад, которая низвергла с неба Деницу? Но является ли это чем-то полезным, чувство собственного достоинства для человека? Или надлежит ему ввергнуть это свое достоинство в грязь и таким образом, смирившись пред Богом, оказаться для него великим, перед его очами значимым? Чувство собственного достоинства по-разному понимается в разных этических сферах, в разных сообществах. Где-то предстать в наиболее потажном и распущенном виде будет в высшей степени признаком достоинства местной королевы бензоколонки, в которой она может себе позволить то, что хочет. Или наоборот, изобилие каких-то золотых и драгоценных нарядов, украшений, подчеркивает власть того, кто пользуется поклонением окружающих. Достоинство христианина состоит в печати Христовой на его челе. Как сказано в Евангелии, жители некоего Града не пожелали принять Господа Иисуса, потому что он имел лице грядущего в Иерусалим. Они сами не следовали закону Моисееву и не пожелали принять паломника Святаго Града в свой град, потому что он был чужд им. Вот и достоинство христианина состоит в некоторой печати грядущего в Иерусалим. Достоинство наше проявляется в приоритете духовных, христианских, церковных ценностей над теми жизненными, временными, очень часто языческими, оскверненными миром, плотью и дьяволом, обычаями. Так что есть такое понятие, тоже иногда трудно понимаемое. Этот церковный человек — это не церковный. В чем же здесь разница? Какая печать на церковном человеке обнаруживает его особое достоинство Христова? Может быть, он безгрешен? Да нет. Может быть, он никогда не подвержен стихиям человеческих страстей? Нет. Может быть, он всегда длиннобородый или с платком в нахлобучку на женской голове, так, что из-под этой нахлобучки только поглядывают не слишком доброжелательные глазки на окружающих? Нет. Этим достоинством является усваиваемая постепенно при самой практике церковной жизни любовь ко всему освященному и благословенному. Мы не вовсе меняем одежды, но тем не менее то, что удобнее сохраняет чувства христианские, а иногда и одежда имеет к этому отношение, вызывает у нас расположение, и мы ею склонны пользоваться. В отношении пищи мы также своим выбором приобретаем то, что благословляется церковью на этот период года и не по соображениям мирским, диетой или физического здоровья, а по причине мотивов церковных. Среда это или пятница, день предательства Господня или день его распятия, или время Великого Поста. Оно нам указывает на то питание, которое будет для нас полезнее. Не говорю, что спасительным, ибо не обувь и не вид пищи спасает, но тем не менее к достоинству христианскому, несомненно, относятся приоритеты еще более важные по распределению времени. Ибо когда человек говорит, у меня три работы, какие там божественные литургии, я отродясь не ходил, да уж сейчас раз в год, если зайду, я просто занят. Ну, очевидно, что ты занят тем, чем хочешь заниматься. И в этом есть отречение от своего христианского достоинства, которое, несомненно, подскажет своему носителю любые попечения жизни отодвинуть тогда, когда есть призыв на воскресную божественную службу к причащению святых христовых тайн. Так и во всем достоинство наше проявляется в верности церковному, и напротив разорения его там, где, увлекаясь духом мира сего, мы оказываемся вовлечены в его пагубной, разрушительной для души нашей стихии. Субтитры создавал DimaTorzok